Доброй традицией во второй половине сентября уже стало проводить в оздоровительном лагере «Ровесник» межрайонный слёт молодых специалистов. Педагоги из шести районов Краснодарского края прибыли на побережье Азовского моря, чтобы, как говорится, на других посмотреть и себя показать. Команды молодых учителей из Новороссийско-Красноармейского, Крымского, Калининского, Темрюкского и Славянского районов прибыли в лагерь, расположенный в Очуевском сельском поселении. Молодые представители учительского сообщества, люди образованные, инициативные, творческие, и потому их очень радуют такие слёты. И так состоялось его торжественное открытие. Нам действительно очень приятно принимать вас у себя в гостях. Нам это действительно доставляет огромное удовольствие и надеюсь, что сегодня вы это почувствуете. Я нам всем сегодня желаю провести день не только с пользой, но и с удовольствием. Отдыхайте, общайтесь, соревнуйтесь. Удачи вам и успехов! Все участники команд готовились к этому важному мероприятию и волновались. И всё же положительный настрой брал верх. Сегодня замечательная погода, ярко солнце светит, прекрасно искрится море здесь в Очуево. Естественно, настрой у нас побеждать, показать себя, обменяться опытом, получить новые впечатления и окунуться в атмосферу, наверное, педагогического коллектива незнакомого, потому что это новое общение, новые друзья, новые знакомства и опыт. По традиции первым конкурсом стала визитная карточка. Здесь команда могла проявить все свои лучшие стороны. Славянцы не растерялись и сразу же уверенно заявили о себе, выступив на хорошем уровне. Много в мире профессий, только учит одна. Каждый год начиная с осенней порой. Нам в награду поиски услышит она. И мы будем гореть самой яркой звездой. Ты в начале пути, тебя ждут свершения и споткнувшись. Затем участники слета начали свое путешествие по станциям. Волонтерская, краеведческая, профсоюзная, театральная, литературная, творческая, интеллектуальная. Каждая из этих станций требовала знаний, умений и, конечно же, талантов, а также умения работать в команде. Педагог должен уметь находить общий язык с различными категориями граждан, такими как директор, администрация, родители, учащиеся и граждане, которые просто заинтересуются образовательным процессом. Очень много выдумки, интересные задания и поиски их решения – все это пришлось педагогам по душе. У нас очень дружная команда. Город Герой Новороссийск приехал с потрясающим настроением. Мы готовы участвовать во всех предлагаемых организаторами конкурсах. Нам очень нравится. Мы здесь уже не первый раз. Настоящий учитель не только преподает свой предмет. У него должны быть способности психолога, актера, общественного деятеля. Участие в слете помогает все это проявить и развить, и необходимо молодым педагогам для профессионального роста. В прошлом году мы придумали новый конкурс «Определяйте лидера слета». И вот лидер слета, за этот год мы за ним наблюдали. Это учитель Калининского района Климов Владимир Евгеньевич. Он поучаствовал в конкурсе «Учитель года» в этом году. А сегодня мы его пригласили уже не в качестве участника, а в качестве ведущего педагогической мастерской. Я думаю, что вот такая возможность профессионально расти позволяет молодым учителям чувствовать себя увереннее, понимать перспективы, которые перед ними открываются, и двигаться вперед. В этом году лидером слета стала Ольга Кашигорко из Калининского района. Она смогла проявить все свои незаурядные таланты. Приехали в родной исламинский район, потому что здесь половина наших педагогов учились, и я в том числе. Погода солнечная, не бывало осенний жаркий денек. Нам все нравится, весело, ну, все получается, потому что уже второй жетончик у меня, вот, поэтому все прекрасно. После проведения круглого стола спортивные эстафеты и подведения итогов были названы призеры слета. Лучшей стала славянская команда, на втором месте новороссийцы, на третьем команда Абинского района. Самое же главное, слет позволил педагогам приобрести новых друзей, обменяться опытом и расширить свой профессиональный горизонт. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Константин Монастыренко, программа «События».